Привет, девчоночки! Сегодня наше видео будет посвящено сложному слому. Сложность заключается в том, что слом не на свободном крае, а слом на натуральной ногтевой пластине. Конечно, можно было бы сделать все легко и просто взять и отрезать этот свободный край сломанной части, но здесь есть усложнение, а усложнение делает гипонихий, который замечательно расположился за сломом. И у меня не остается другого выхода, как сохранять натуральную ногтевую пластину, закрывать и запечатывать этот слом. Ну и плюс, моя клиентка настаивает на том, чтобы оставить длину. Ну и кому интересна эта тема, обязательно не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, ну и конечно оставить свой комментарий. Ну а я приступаю к самому страшному во всем процессе, это снятие искусственного материала. Сделать это крайне сложно, так как фиксации на натуральной ногтевой пластине абсолютно никакой нет. Ноготь держится буквально за плоть. И для того, чтобы убрать материал с нижней части свободного края, мне нужно было фиксировать со всех сторон пальцем ногтевую пластину, для того, чтобы она никак не могла вырваться, выгнуться в ту или иную сторону, потому что неприятные ощущения на протяжении всего процесса испытывала моя клиентка. Снимала твердосплан примерно на 30 тысячах оборотов. Ну и как по мне, вы сейчас видите самый сложный момент, это зачистка всех воздушных карманов, особенно с нижней части свободного края. В участках со сломами и сколами надо быть предельно аккуратными. Нажим у вас должен быть практически в воздухе, вообще минимальный, для того, чтобы фреза снимала материал как по маслу. Плюс в таких случаях никогда нельзя допускать нагрева, для того, чтобы вы не добавили к травме еще и термоожог. Далее работаю пилочкой 100 на 120 грит и сразу же хочу забежать наперед, особенно передать привет тем комментаторам, которые сейчас начнут рассказывать, что, о боже, пилочкой 100 на 120 по натуральной ногтевой пластине, фу, бе, ме, так нельзя. Так вот, девочки, особенно эти же комментаторы, посмотрите, пожалуйста, внимательно на точки вроста. Точки вроста полностью разошлись с одной и с другой стороны. То есть, если вы плохо обработаете эти участки, если вы некачественно запечатаете там материал, если вы некачественно произведете вторичный опил, с этих же участках начнутся у вас следующие сколы. Поэтому, девочки мои, умнички мои, права на ошибку в таких ситуациях у вас нет. Делайте все четко, каждое движение вы должны понимать, что вы делаете, как это делаете, с каким нажатием, с каким нажимом, какими материалами и какими инструментами. Если вы допустите хоть одну ошибку и вторично у вас отломится ноготь, то это будет крайне тяжелая травма. Итак, ногтевая пластина у меня подготовлена. Обрабатываю кислотным праймером все ногти. И далее буду работать акриловой системой. И здесь маленькая сносочка. Моя клиентка захотела оставить эту же длину. Но если вы не работаете акриловой системой, полигель вам в помощь. Только обратно же обращайте внимание на длину свободного края. Если вы будете закрывать травму полигелем, обязательно свободный край нужно делать короче. Напоминаю о том, что в моем случае клиентка захотела оставить максимальную длину свободного края. Поэтому я мало того, что пользуюсь акриловой системой, потому что она достаточно прочная. Также ногтевая пластина, если вы обратили внимание, довольно-таки клюющая. И мне нужно приподнять этот свободный край. Для того, чтобы архитектура была полностью сформирована и полностью выдержана для этой длины и для этой формы ногтевой пластины. На этой клиентке свободный край я приподнимаю на всех ноготочках. Когда я буду совершать вторичный опил, я лишний материал просто с нижней части сниму. И у меня будет четкая ровная архитектура с эффектом как будто бы только нарущенных ногтей. Кстати, эта травма это следствие невыдержанной точки апекса, маленького количества материала в соотношении к длине ногтевой пластины. Также в данном случае не был учтен клюющий свободный край, который в свою очередь тоже обязательно нужно было добавить туда небольшое количество материала и приподнять его. Ждем полной полимеризации материала и обратно берем в помощь нашу твердосплавную фрезу. Вы, конечно, можете работать той фрезой, которая вам комфортнее работать. Я выставляю примерно 35 тысяч оборотов и спускаюсь фрезой, убирая лишний материал. Конверным методом можно пройтись по всем ноготочкам на обеих руках. На фрезере у меня включен режим форвард и в этом же режиме буду и далее работать твердосплавной фрезой. Девчонки, у кого не получается правильно, качественно выполнять опил, у кого не получается схема опила, приходите в нашу школу, которая находится в городе Днепр. Также у нас есть выездные курсы, следующие курсы пройдут в городе Запорожье, Харьков, Киев. Всю информацию можете найти на моей страничке в инстаграм. Ну и девчонки из Германии, встречайте меня в феврале, еду к вам с четырехдневными курсами. Кому интересно, пишите нашему организатору Олечке, ссылочку на нее оставлю в описании под видео. После того, как я пилила нижнюю часть свободного края, то есть я его приподняла, сразу же фрезой я буду обрабатывать и всю плоскость ногтевой пластины. Обороты я не сбавляю и на этих же примерно 30 тысячах оборотов прохожусь в зоне кутикулы и боковых валиков. Сразу же снимаю плоскость от апекса к свободному краю и обрабатываю плоскость от точки вроста по периметру к апексу и спускаюсь обратно к точке вроста. То есть весь лишний материал с помощью фрезы я снимаю для того, чтобы опил пилка у меня уже был минимальный. Ну и все прекрасно знают, что если мы хотим четкую красивую архитектуру, без пилочки нам не обойтись. И далее снова-таки я буду использовать пилочку 100 на 120 грит и уже по четкой схеме опила я опиливаю форму балерины. После того, как лишний материал вы снимите фрезой, на опилочку у вас уйдет минимальное время и опил вы сможете сделать буквально за несколько секунд. Снимаю лишнюю пыль и посмотрите, как должен выглядеть четкий опиленный ноготь в сравнении с тем, что было. Поэтому, девчонки, вы у меня умнички, будьте грамотны и не допускайте таких вот совсем грубых ошибок. Обязательно страхуйте себя, если ваш ноготь имеет клюющий свободный край, обязательно его приподнимайте. Поднимайте, делайте четкие опилы для того, чтобы ваша архитектура была четкой, красивой. Не забывайте об апексах, которые при отрастании не допустят таких сколов, сломов. И ваши клиенты всегда будут ходить безопасно. И даже где-то, если ноготь подорвется, но он ни в коем случае никогда не травмируется и напополам не переломится. Я уже не стала монтировать кусочки с маникюром, поэтому сразу приступила к покрытию ногтевой пластины. Маникюр, на самом деле, я выполняла в технике одна фреза, фрезой почка, которая имеет красную насечку. А сейчас все ноготочки я покрываю черным гель-лаком и отправляю в лампу на 30 секунд для полного просыхания. Далее я использую обычную переводную фольгу, которую отпечатываю на липкий слой черного гель-лака. Она не требует дополнительной фиксации в лампе, в сушке в лампе. Поэтому сразу же я перекрываю все ноготочки матовым финишем. Отправляю в лампу на 30 секунд для полного его также просыхания. Ну и после того, как у меня мой финишное покрытие полностью просохло, далее с помощью белой гель-краски и тоненькой кисточки 7 волосков, которая, кстати, теперь уже есть на сайте avdeeva.pro. К сожалению, нет ее еще на сайте avdeeva.de, но в ближайшее время она там появится. И скоро там же появится огромнейшее количество очень крутых новинок, очень крутых материалов, от которых вы будете в восторге. Но это уже несколько видео у нас, такая интрижка видео, скажем так. Поэтому следите за пополнением на сайте. Обязательно подпишитесь на мою страничку в инстаграм. Как только появятся новинки, как только они придут, я сразу же начну выставлять посты, начну выставлять маленькие мини-видеоролики обзорного характера. И вы будете тогда уже в курсе всех событий и сможете его приобрести на наших сайтах. Также же я еще раз повторю, сайт называется avdeeva.pro. Если вы из Европы, avdeeva.de. Прежде чем отправить белую гель-краску в лампу, я засыпаю мелкими блесточками, либо глиттером, его называют перемешанным с акриловой пудрой. Взбиваю с нее лишний материал и только после этого отправляю в лампу на минуточку 60 секунд. После чего, вот мне захотелось, мне показалось, что как-то вот лысенький дизайнник, что ли, дорисовать что-нибудь. Вот я дорисовала вот такие миленькие листочки, миленькие лепесточки. Снова-таки засыпала своей смесью и отправила также в лампу на 60 секунд. И у меня получился вот такой изумительный результат. Если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и не забудьте оставить свой комментарий. Также я вас жду на своей страничке в инстаграм, там всегда интересно. В общем, девчонки, я вас всех люблю, целую и желаю творческих успехов. Пока!